На одной волне с городом. Радио Болтком. Которые категорически нельзя поднимать с мужчинами. А потом мы их раскроем. Советы богачек. Время выхода программы анонсируется дополнительно. И все проблемы решатся. Всем доброе утро еще раз. Всем здравствуйте. Начинается программа Советы богачек. Российский психолог, психотерапевт Ирина Богачек с нами на прямой связи. Здравствуйте, Ирина. Здравствуйте. Очень рада увидеть, услышать. Телефоны в студии 67212-93-9, 67213-93-9. Ведь интересно, что все наши прошлые встречи были связаны темой отношений мужчины и женщины. Мы говорили о том, как правильно, гармонично их развивать, через какие кризисы проходить, чтобы сохранить эти отношения. А сегодня тема абсолютно противоположная. Она посвящена одиночеству. И действительно, ведь мир очень как-то сильно меняется в последние годы. И мы наблюдаем то, что очень многие люди предпочитают оставаться вне отношений. И отчасти это можно даже объяснить тем, что в законодательстве некоторых стран происходит ужесточение. Например, в Скандинавии, в Дании, по-моему, там любой мужчина может попасть под статью из-за изнасилования, если у него нету чуть ли не вот какого-то письменного согласия женщины на интимную связь. И понятно, что вот когда это все усложняется, когда должны быть какие-то чуть ли не специальные программы, где два партнера должны зафиксировать, что они не против, значит, близости. И это соглашение действует 24 часа с момента, когда обе стороны согласились. Здесь многие, почесав затылки, думают, да бог с ним, да свят-свят, лучше я как бы буду жить в одиночестве, не буду связывать себя никакими такими сложностями. Но с другой стороны, нормально ли это, насколько вот какими подводными камнями, вот обо всем об этом мы сегодня поговорим. Да, да. Вообще, на самом деле, тема, во-первых, интересная, во-вторых, очень актуальная, потому что можно сказать одним словом, что 21 век — это вообще век одиночек. Это уже не тенденция, это уже, в принципе, реальность. Ну и с другой стороны, мы можем говорить, что одиночество, оно как вирус, как пандемия, оно действительно охватывает современных людей. И сегодня мы как раз и постараемся разобраться в этих вопросах. И, как всегда, в конце я скажу, что делать, если всё-таки вы чувствуете, что вы одиноки, и вам от этого дискомфортно, потому что не всегда бывает человеку плохо наедине с самим собой. Итак, конечно же, первое, что я хочу сказать, что одиночество не нужно бояться. Это вообще вот с точки зрения эволюции очень важный механизм выживания. То есть когда испытывает человек одиночество? Вот здесь можно привести такую метафору. Когда, допустим, у нас что-то в организме происходит, то есть мы заболеваем, мы получаем болевой синдром. Ну, например, у нас начинает болеть живот. Да, нам это не нравится, но это является поводом к тому, чтобы мы обратились к врачу или вообще попытались понять, да, что же такое происходит и предприняли какие-то меры. Вот чувство одиночества точно так же было дано человеку для того, чтобы у него возникала необходимость искать себе подобных. Для чего? Для того, чтобы выжить, конечно же. То есть раньше очень сложно было в одиночку человеку выжить в силу разных причин, да, экономических, социальных и так далее. Сейчас немножко ситуация другая, но тем не менее этот инстинкт у нас остался. И вообще современный мир, он так много навязывает нам различных ролей, и мы всё время пытаемся соответствовать ожиданиям каким-то. Мы должны быть хорошими мамами, хорошими жёнами или мужьями, хорошими там профессионалами и так далее. И вот постоянное вот это соответствие, оно у нас такое, знаете, чувство отчуждённости, когда я уже, в принципе, начинаю не понимать, а какой я на самом деле, а где действительно мои желания, где действительно мои мысли. И в этом смысле вот это чувство одиночества, оно является спасительным, потому что когда человек остаётся один на один с собой, именно тогда он может понять, да, что же я чувствую, что я думаю, что я хочу на самом деле. Не то, что мне навязано, да, социум, а что действительно моё. И в этом, в общем-то, и кроется парадокс одиночества, что, в принципе, мы воспринимаем одиночество как благо, но именно тогда, когда мы сами этого хотим. Ну, например, наступает то, что называется, вот я люблю это слово, очень сенсорное переедание, но поскольку я очень много контактирую с людьми, вот, в университете, в психотерапевтических группах, на телевидении, на каких-то тренингах и так далее, у меня реально наступает такой период, когда всё, больше не могу. И вот раньше я всё время как раз использовала свою возможность, когда я приезжала, вот, кстати, на радио «Болтко», я первые сутки вообще отключала телефон, я ни с кем не общалась, потому что это был как холодный душ, понимаете, чтобы я привела всё своё сознание, всю свою физическую форму в норму. И с радостью выходила, в данном случае, к радиослушателям. Ну, сейчас я немножечко остановлюсь на статистике. Дело в том, что вы, ну, я не знаю, я каждый раз, когда готовлюсь, иногда для себя вообще делаю открытия, потому что, оказывается, 50% людей, развитых стран, населяющих вообще наш земной шар, оказывается, испытывают чувство одиночества. Не факт, что они все одиноки, ну, у них нет партнёров, но, может быть, они испытывают одиночество даже. Конечно, конечно же. То есть переживают эти одиночества. Одиночество можно переживать и находясь в кругу каких-то друзей, или, например, когда у тебя рядом есть партнёр. Я сегодня остановлюсь на этом. То есть здесь нужно будет различать эти понятия уединённости и одиночества, да. 40% людей считают, что вообще их партнёрские отношения потеряли смысл. И, возможно, их не стоит продолжать дальше. То есть только половина людей, населяющих земной шар, могут поговорить с близким человеком. А я приведу статистическую цифру. Если мы достигаем показателя 68% и более, вот это уже становится нормой. То есть, а сейчас уже 50%. Может быть, на самом деле, и больше эта цифра. Ну, пока вот ориентируемся на эти показатели. Так вот, что обнаружила американская Всемирная организация здравоохранения? Она провела такое массовое обследование людей на предмер одиночества и выяснила, что, оказывается, самыми одинокими являются молодые люди, то есть поколение зэк, от 18 до 22 лет. А ведь это, казалось бы, та часть общества, которая активнее всего общается, то есть вот молодым людям. Да. А оказывается, именно эти, вот эта прослойка, скажем так, возрастная, именно они дают вот эту рефлексию, что чувствуют себя одиноко. Хотя они и могут пользоваться социальными сетями, бесконечно создаются новые клубы какие-то. То есть возможностей огромное количество. А вы удивитесь, Олег, я думаю, что наши радиослушатели также, что, оказывается, меньше всех испытывают одиночество так называемые представители великого поколения, то есть 72+. То есть представляете, казалось бы, да, пожилые люди больше всего должны страдать, потому что они в силу разных обстоятельств, например, не могут пользоваться социальными сетями, уже не настолько подвижны они в этом смысле. Оказывается, нет. И еще какая интересная статистика. Если в 1900 году, то есть век назад с большим, всего лишь 10% пожилых людей, вдовцов и вдов, остались одинокими, то есть не вступали в повторный брак или не жили там с семьей, близкими, с детьми или в домах постарелых, то к 2000-м 62% пожилых людей предпочитают жить одни. И при этом качество их жизни совершенно не страдает. Это реальные статистические цифры, вот которые я обнаружила и, в общем, немножко даже, кстати, сама удивилась. Но есть же, получается, такой парадокс. То есть они живут одни, но в то же время не страдают от одиночества, да? Они не чувствуют себя одиночным. Что не страдают в меньшей степени, чем молодые люди поколения Z. Вот это вот для меня был очень удивительный факт, да. Ну, а в принципе, немножко сейчас порассуждаю, что по большому-то счету, конечно же, одиночество – это некая иллюзия. То есть мы все время слышим вот эту фразу экзистенциальную, что человек один приходит в этот мир, человек один уходит из него, то есть рождается, умирает. Но, по сути, когда ребенок находится в утробе матери, он уже не один. То есть когда он рождается, он опять же-таки не один, потому что есть врачи, акушеры, может быть, родственники. Когда он начинает жить в социуме, он тоже не один. Он тоже не один. То есть огромное количество цепочек в пищевых, финансовых, социальных, образовательных связывают человека с этим миром. И даже если человек говорит, всё, я один, я один, у меня никого нет, меня никто не любит, я, знаете, провожу здесь такой эксперимент. Вот приходит ко мне человек в терапии и говорит, вы знаете, мне так одиноко, меня никто не любит. Мы начинаем разговаривать. Я спрашиваю, скажите, пожалуйста, у вас есть домашнее животное? Да, вы знаете, у меня есть пёс, его зовут там, я не знаю, какой-нибудь Майкл. Вот, он меня так любит, я каждый раз вечером прихожу, он несёт мне тапочки, такое милое существо. Дальше продолжаем, продолжаем разговаривать. Ещё через какое-то время спрашиваю, а расскажите период, когда вот вы чувствуете себя самым счастливым человеком? Ой, вы знаете, я так себя чувствовала в гостях у своей бабушки. На самом деле она ещё у меня жива. Я приезжал, и я чувствовала, что меня здесь так любят, мне так хорошо. Я мог читать книжки, ходить на рыбалку и там подобное. И к концу нашего разговора я говорю, ну и давайте посмотрим. Вы говорите, меня никто не любит. Ну, как минимум двое вас уже любят. Это ваша собака и ваша бабушка. То есть это исключительно наше отношение к этой проблеме. Ну и уж самое главное, что я хочу сказать, что у человека очень сильная мотивация подражательная. Поэтому даже когда человек чувствует себя одиноким, и вроде бы никакие социальные факторы на него не действуют, это неправда. И очень интересный эксперимент был проведён на эту тему. В туристическом объекте, такая сталактитов-сталагмитовая пещера, было повешено огромное объявление. Уважаемые туристы, пожалуйста, не выносите обломки там сталактитов, сталагмитов, потому что за последние там несколько лет столько-то тонн, значит, этих сталактитов было вынесено. Ну, как вы думаете, поступали люди? Даже вот этот эффект подражания, он приводил к тому, что каждый пытался что-то отломить, да, положить в карманчик и вынести. И вот точно так же я сейчас была на отдыхе на островах, на море. И вы знаете, вот две недели практически прошло, я думаю, ну зачем мне эти ракушки? Зачем они мне нужны? Я уже, ну, уже их столько дома. Но я вот смотрю, ходят по берегу люди и собирают ракушки. И вот два последних дня, вы не представляете, я как сумасшедшая, у меня как какая-то, как маньяк. Я собирала эти ракушки, бежала, просыпалась с утра пораньше, чтобы вот, что называется, удовлетворить вот этот подражательный, как бы, рефлекс. Потому что были, кстати, люди одинокие на острове, ну, в смысле одинокие, приехавшие одни. И они уже, глядя на меня, тоже начинали собирать ракушки. То есть мы никуда не деваемся от этих социальных взаимосвязей. Поэтому, в принципе, вот одиночество — это, конечно же, иллюзия. И здесь стоит всё-таки нам отличать одиночество как чувство от уединения. То есть когда человек живёт один, вовсе не значит, что он, в принципе, испытывает чувство дискомфорта. То есть наоборот, может быть, это для него ресурсное состояние, может быть, он творит в этом состоянии и так далее. А вот одиночество, ну, просто очень синонимичные понятия, то есть, ну, кажется нам по произношению, даже не синонимичные, а, как сказать, по произношению, нам кажется, они схожи, да, одинокие и одиночество. На самом деле абсолютно разные вещи. Уединённость может быть комфортна. Комфортна. И я вот рассказываю, говорю, что я приезжала, да, и, допустим, вот сутки не хотела ни с кем общаться, и мне было очень комфортное состояние. Или, например, когда какие-то творческие люди, они уединяются для написания, там, книг, например, или каких-нибудь научных трудов, или чтобы творить музыку, сочинять. И, кстати, может быть, Олег, вы мне подскажете, очень известная была фраза в Нобелевской речи Мингуэя, когда он сказал, что человек... Я дословно не помню, но смысл в том, что человек может творить только, когда он чувствует себя одиноко. То есть вот тогда порождается вот эта креативность. А как только он становится социальной фигурой, и когда у него всё хорошо, и рядом огромное количество людей, которые действительно ему близки, вот почему-то пропадает вот это вот желание творить. Возможно, да, это такой вот эффект. Но ведь человек, наоборот, может быть даже в толпе людей и чувствовать себя одиноким, потому что ему не с кем поговорить, никто не разделяет его мыслей, взглядов, никто его не может понять, и вот это может создавать. Хотя вроде бы у него есть знакомые, друзья, которые с ним, но нет общего языка, нет общего круга интересов, это создаёт вот чувство одиночества. Абсолютно верно. И сейчас мы поговорим о том, что вот что же мы рассматриваем под одиночеством и вообще какие виды одиночества существуют. Скажу сразу, что есть некие состояния промежуточные, то есть проходящие, а есть плюс-минус постоянные, но с которыми тоже, в принципе, мы можем каким-то образом работать, если человеку это дискомфортно. Ну, например, человек может испытывать чувство одиночества в новой ситуации, например, переезд в новый город, в новую страну, или, допустим, когда молодые люди поступают в вузы, ещё нет никаких знакомых, друзей и так далее. И, конечно же, эта ситуация, в принципе, она проходящая, и, как правило, люди находят себе уже единомышленников, каких-то партнёров по учёбе, по работе и так далее. Ну, то есть постепенно выстраивается круг общения. Хуже, когда человек говорит о том, что я не такой, как все. То есть, например, у него есть какие-то определённые взгляды на жизнь, ну, например, религиозные. Или вот совсем недавно девочка мне говорит, вы знаете, я не могу, Ирина, выстроить отношения с партнёром, потому что я понимаю, что мне не будет нравиться то, как он питается, потому что у меня есть определённые пристрастия в питании. То есть я такой очень выраженный веган, у меня даже на всё свои сковородочки, свои кастрюльки, и я понимаю, что я начну ему навязывать, его это начнёт раздражать, а меня будет раздражать, когда он будет есть мясо, а найти такого, который не ест мясо и так далее. То есть это всё рассуждение в пользу того, что человек начинает даже, вы знаете, начинает симулировать свои исключительные особенности и думать, что ну вот мне трудно найти общий язык с окружающими, потому что вот они меня как раз не понимают. А у нас, я извиняюсь, есть звонок. Здравствуйте, доброе утро. Доброе утро. Да, пожалуйста. Вы знаете, я хотела про одиночество что сказать. Вот я всю жизнь на заводе толпа народу. Дома была мама, брат, его семья, толпа народу. Я всем, кому-то что-то должна была. Потом муж был. Ну то, что он инвалид, это его беда просто. Но опять же, авторитарность я ему должна. Потом я живу одно время с подругой. Я всем кому-то чего-то должна. А где я сама-то, интересно. И вот сейчас я живу одна, мне 76 лет, и я себя лучше чувствую в старости и физически, и морально, потому что я живу одна, и я никому ничего не должна. Спасибо. Спасибо большое за ваши комментарии. Да, вот как раз мы и получаем подтверждение того, что люди уже великого поколения, да, оказывается, испытывают больший комфорт, когда они начинают жить одни. Да, в общем-то, и не только этого поколения, и многих других. И вот сейчас, когда я перейду к причинам, да, почему люди выбирают одиночество, я как раз коснусь этой особенности. Ну, а я продолжаю про виды одиночества. То есть человек может чувствовать себя одиноко, когда у него нет любимого. То есть могут быть родители, друзья, близкие люди, которые прекрасно к нему относятся, но вот ощущение именно интимной близости, интимной не только в плане сексуальности, да, а и душевности приводит к тому, что человек говорит, мне одиноко, я себя чувствую одиноко, несмотря на то, что вокруг меня, ну, огромное количество людей. Или, например, человек говорит, что я себя чувствую одиноко, потому что мои друзья от меня отвернулись, но не в силу того, что они плохие, а обстоятельства жизни. То есть жизнь меняется, развивается. У них появились свои семьи, дети, и у них уже просто нет на меня времени, а мне вроде как не хочется становиться назойным, да, названивать им и просить там со мной встретиться. Ну, да и в принципе одиночество может накрывать абсолютно любого человека, потому что это нормальное состояние. Кстати, интересная такая статистика из сферы клинической психологии и психиатрии. Как раз психопаты не испытывают чувства одиночества вообще. Интересно. Для них это не характерно. Поэтому иногда нам нужно просто почувствовать, что рядом кто-то есть. Пусть там в соседней комнате или на кухне гремит кастрюльками, ложками и так далее, или шелестит своими газетами, просто потому что кто-то есть рядом. И, как я уже сказала, может быть изменчивое это состояние, а может быть постоянное. Именно в силу того, что есть несколько типов людей, а именно есть люди целостные по своей структуре. И вот этим людям очень хорошо самим с собой. А есть люди нецелостные, и они останутся такими нецелостными всю оставшуюся жизнь. То есть люди с такой инфантильной психикой. Им обязательно нужен вторичный объект. Они даже сутки не могут быть одни в каком-то помещении, потому что вот их накрывает это чувство жалости к себе, дискомфорта, сниженного фона настроения, потому что им плохо, они не могут. И, как я уже сказала, с вот этим состоянием, в принципе, мы ничего поделать не можем. Это вот такой вот как бы психотип личности. Ну, а когда нужно бить тревогу? Потому что, в принципе, одиночество может привести действительно к соматическим каким-то заболеваниям и к серьёзным депрессивным реакциям. А у нас была целая программа, да, посвященная депрессии. Вот. Когда нужно бить тревогу? Когда вы, например, вас преследует бесконечное чувство голода, то есть вам всё время хочется кушать, а как я уже говорила, у нас в случае стресса мы имеем три биологических потребности, которые начинают взывать. Да, это сон, еда, секс. И вот раз по всем этим трём потребностям в случае одиночества, если оно уже дискомфортно, мы как раз и получаем сигнальчики. То есть всё время хочется кушать. То есть человек, что называется, ночью опустошает холодильник, потому что он вот этот стресс заедает. Заедает. То есть ему нужна какая-то пища. Если нет пищи общения, я буду получать в данном случае пищевое удовольствие от того, что я вот воплощаю это еду. Очень много внимания, например, человек начинает уделять интернет-покупкам. Бесконечно покупает, покупает. Ну, это вот сравнивает тому же самому перееданию. Например, появляются мысли о том, что вот одиночество мой удел, видимо, и такова моя судьба. Ну, здесь я процитирую в данном случае известных людей, которые говорили о том, что ты вовсе не есть твои эмоции, да, и вообще чувства никакие, не окончательно говорил Рильке. Поэтому это всё как бы проходящее. Кстати, одинокий человек находится в состоянии напряжения. Казалось бы, он наоборот должен быть более расслабленный, а учёные выявили, что он становится более внимательным, у него обостряются все физиологические чувства. Ну, потому что, скорее всего, это, конечно же, глубинный механизм. То есть, когда человек один, ему приходилось больше концентрироваться, чтобы противостоять опасности. Как Робинзона Круза, например. Да, конечно же. Одиноких людей часто преследует бессонница. Огромное количество времени люди начинают посвящать просмотру сериалов, тем самым подменяя реальную действительность вот такой вот искусственной. И, казалось бы, тоже есть очень много времени, посвяти его себе, но у людей почему-то возникает такое состояние, когда я ничего не хочу. Люди не моют по несколько дней голову, ходят на работу в одной и той же одежде, потому что вот они говорят, у меня вообще нет сил на это. Ну и, конечно же, чувствуют, что они никому не нужны и не хотят, более того, ничего менять и ничего делать. Вот если плюс-минус большинство из этих признаков у вас есть, значит, нужно бить тревогу, значит, чувство одиночества для вас уже переходит в некую болезненную форму, и с этим нужно что-то делать. У нас еще вот один звонок, человек долго прозванивается. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе. Ну вот, обращаясь к Ирине, вот понимаете, в очередной раз убеждаюсь, что чтобы про одиночество, я, может быть, сейчас буду немножко рисковать, потерпите, может быть, вам это смешно говорить, может, вам это поможет. Вот вы читаете сейчас как лекцию, и вот даже Жванецкий, вот умнейший человек, когда он про одиночество взял тему, мне показалось, он не смог ее раскрыть. То есть убежден, чтобы одиночество понять, его надо пережить. И вот вы, значит, ракушки, мясо, Лариса позвонила, значит, кому она что должна, вот все в кучу. А одиночество, это, ну, вот если мы с вами могли пообщаться, думаю, что что-то бы я вам интересное сказал бы. И вот, значит, такой момент, что, понимаете, почувствовать это надо. И вот Олег, вот я сегодня ему очень благодарен, он вам сказал как бы так скользь самые главные слова, что человек вроде бы может быть не один и быть абсолютно одиноким. Вы вообще не услышали. Вот я вам уже как-то один раз возражал очень давно, вы со мной согласились. То есть вы вот тра-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та, я извиняюсь, Ирина, кто я против вас? Но вот это тра-та-та-та-та-та-та-та-та, все вокруг да около, понимаете? И еще раз повторю главное, чтобы одиночество понять и прочувствовать, его очевидно. Даже таким умным людям, без иронии говорю, надо пережить. Спасибо большое. Спасибо огромное. Я как раз-таки Олега услышала, в любом случае, благодарю вас за комментарий, мы еще не дошли до этого момента. Позвольте мне, так сказать, логически нам все друг за другом разложить по полочкам. И, конечно же, это один из самых главных показателей. Почему, например, очень известные люди, которые окружены любящими людьми, семьей и так далее, заканчивают самоубийством от этого чувства. Конечно же, я это услышала и уделю этому очень много времени, потому что это важно. Важно. Ну, а прежде чем я расскажу про... Вот, может быть, вот, Ирина, единственное, маленькую мы сейчас сделаем паузу, потому что, и чтобы вот как раз логическая точка, после чего продолжим. Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Радио Болткома Продолжается программа «Советы Богачек». Ирина Богачек, российский психолог, психотерапевт. Мы говорим об одиночестве. Только что говорили о тех тревожных сигналах, звоночках, на что нужно обратить внимание, если действительно одиночество может стать для вас проблемой. Вот мы продолжаем разговор. Да-да-да. И как раз сейчас я и затрону тему нашего радиослушателя, которую он поднял, рассказывая про мифы, которые касаются одиночества. Существует... Ну, вот если их выделить, такие вот, знаете, четыре основных мифа, и сейчас я их развенчаю. Первый миф, он о том, что мы не приспособлены... Вот вообще человек не приспособлен к жизни соло, то есть он не может жить один. И здесь у меня попалась такая очень интересная цитата Аристотеля, я позволю себе её процитировать. «Тот, кто в силу своей природы, а не вследствие случайных обстоятельств, живёт вне государства, либо недоразвитое в здравственном плане существо, либо сверхчеловек», писал Аристотель. Ну, по-государству он понимал общество. И в данном случае, действительно, веками человек вынужден был жить с кем-то для того, чтобы выживать. То есть выжить в одиночку было очень сложно. Время поменялось. Ну, и одними из самых важных факторов того, что сейчас человек может жить один, и ему даже комфортно жить одному, является следующим. Ну, во-первых, ну, я женщина, я про роль женщины. Сейчас женщина способна сама выстраивать бизнес, зарабатывать деньги, и уже не нуждается, например, в материальной финансовой поддержке мужчины. Революция, конечно же, в средствах коммуникации. Телевидение, телефоны, социальные сети. Всевозможные. Вот каждый день открываются всё новые и новые. Социальные какие-то клубы, где люди уже могут не только писать друг другу картинки, показывать, но даже и разговаривать. Вот одна из последних детей. Ну да, клаб-хаус, да. Конечно же, да. Конечно, массовая урбанизация. То есть, в принципе, большинство людей сейчас живут в городах. А город вообще, в принципе, приспособлен для одиночек. Сейчас чуть позже скажу об этом. И, конечно, увеличение продолжительности жизни. То есть, оно показывает, что люди могут жить одни. Но вот второй миф, как раз в этом мифе я и коснусь той темы, о которой нам заявил наш радиослушатель. Второй миф говорит о том, что жить одному значит страдать. И вот здесь как раз мы различаем. Одиночки — это те, которые живут одни. А одинокие — это те, которые страдают от этого состояния. Ведь недаром, я не знаю, во все времена считалось, что страх наказания в одиночной камере — это одно из самых сильных наказаний. То есть, человек просто сходит с ума, и ему колоссально тяжело. Но, а как же тогда быть с выдающимися людьми, духовными или, допустим, великими полководцами, или учеными, художниками, которые вообще расценивали одиночество как, в общем-то, великий ресурс, я сегодня об этом говорила. Но правда лишь в том, что действительно ощущение одиночества зависит от качества наших контактов. То есть, ты действительно можешь быть рядом с кем-то. Но, опять же-таки, показывает исследование, что в меньшей степени себя одинокими чувствуют те люди, которые живут одни, чем те, которые живут с нелюбимыми. То есть, жизнь с нелюбимыми вызывает в большей степени состояние вот этого одиночества, чем если ты, например, один. И, конечно же, это, я говорю, может привести к совершенно необратимым последствиям, когда мы знаем очень много грустных случаев. Но там, конечно же, это одиночество уже, как следствие, возникали депрессивные реакции, и люди заканчивали жизнь суицидом. Да, во-первых, многие. Тот же самый Хемингои, да. Третий миф о том, что одиночки бесполезны для общества. Но на самом деле современное общество, оно всё взывает к тому, что всё делается, например, в больших городах для одиночек. Это одиночкам нужны были прачечные, пункты проката, какие-то ещё вещи. И именно вот это вот и стимулировало развитие городов к тому, что появлялись бары, клубы и так далее, чтобы туда приходили новые услуги какие-то, чтобы туда приходили одинокие люди. И вообще современный человек, он как раз компенсирует высокой социальной активностью вот это вот своё состояние одиночества. Потому что миф четвёртый, он говорит о том, что одинокие люди боятся остаться одни в старости. А я уже говорила о том, что как раз-таки старики сейчас, ну, не плохое слово, люди пожилого возраста, они, оказывается, в 62% случаев выбирают жизнь самостоятельную. Хотя вот это пресловутый стакан воды, который кто-то должен принести. Конечно же, конечно же. И оказывается, да, что в современном мире одинокие люди чаще ходят в бары, в рестораны, в клубы, посещают театральные премьеры и вообще, например, выступают в волонтёрских движениях, например, по поиску спасения пропавших людей. Ну, очень кратко про причины одиночества. Основная причина одиночества заключается в следующем. И здесь такой психоаналитический концепт, я скажу. Это страх быть брошенным и страх быть поглощённым. Сейчас я объясню. То есть очень часто люди испытывают страх близости, потому что у них уже была какая-то травматическая история. Да, и они боятся повторить. То есть мне проще отказаться от отношений, чем ещё раз попасть в это тело боли, испытать это. Ну, а страх быть поглощённым кажется, что если я сейчас вот войду, например, в семью, то есть стану выполнять какие-то социальные роли семейные, то есть где же здесь буду я, то есть мне нужно будет всё время удовлетворять прихоти или потребности членов моей семьи, и, возможно, у меня вообще не останется времени на себя, о чём, собственно, вот Лариса нам, когда позвонила, сказала. То есть не бывает какой-то одной стороны. Каждый человек индивидуален. У всех своя психическая реальность. Конечно, могут быть послания семьи. Например, никому не доверяй, я не знаю ни одного примера нормальной семьи и так далее. И, кстати, здесь и плюс, и минус могут сыграть отрицательную роль. Например, у девочки был очень тираничный, жёсткий отец, который бил мать, оскорблял её и так далее. И, конечно, она делает перенос на собственную жизнь, думает, боже мой, лучше я не буду испытывать такого и буду одна, чем буду испытывать то же, что испытывала моя мама. А на плюс тоже ситуация не очень хорошая. Например, если девочка видела идеальные отношения в семье своих родителей, и ей всё время говорилось о том, что вот таких отношений не бывает, это отношения исключительные. Посмотри, как мы любим друг друга. У неё действительно будет вот это ограничивающее убеждение, что, возможно, я никогда не встречу того человека, который мне сможет это дать, вот как отец давал матери. Совершенно недавно, кстати, у меня была дама в терапии вот как раз с этой формулой. Она говорит, вы знаете, у меня папа с мамой, вот как Шерочка с Машерочкой, они до конца своих дней просто, ну, и, что называется, умерли в один день. Она говорит, конечно, я никогда не встречу такого человека. Но ведь это же человек, получается, ограничивает. Она может встретить кого-то, ну, с другой моделью отношений, может быть, не с такой, но что-то будет по-другому, это будет её, то, что... Да, но очень часто именно у таких людей как раз есть вот это стремление к идеалу, что партнёр должен быть заботливым, опекающим и так далее. То есть такая инфантильная модель, понимаете? То есть, что партнёр мне что-то должен, а я сама вот буду только радоваться и хлопать уладуши. Очень часто бывает скрытая выгода в том, что человек выбирает одиночество. Вот как раз, чтобы не соответствовать ожиданиям, что я могу заниматься своими интересами, я могу делать всё, что я хочу и так далее. Конечно же, очень интересный момент в плане причин, сейчас я буквально два слова скажу об этом, когда родители внушали ребёнку, что он самый умный, самый сильный, самый талантливый. И во взрослом возрасте человек, что называется, боится разоблачения. То есть ему кажется, что если я вступлю сейчас в отношения, вот этот комплекс несоответствия ожиданиям, что вдруг выяснится, что я-то самый обычный на самом деле. И как раз вот такие люди, они чаще всего обвиняют в различных историях кого угодно другого и никогда не берут вину на себя. То есть я же такой уникальный, я же такой исключительный. Это точно не моя история. Ну, как я уже сказала, у людей могут быть травмы, люди просто не могут общаться. А по большому счёту, одиночество — это свободный выбор. И как говорил Жан-Поль Сартр, человек — это его выбор. И вот здесь тоже немножко статистику приведу. Оказывается, 82% живущих без пары граждан в возрасте от 25 до 54 лет говорят, что их положение позволяет испытывать нечто новое в жизни. 89% утверждают, что как раз путешествие в одиночку повышает их уверенность в себе. Они могут быть спонтанными, лёгкими, ехать куда угодно, делать что угодно. И 83% людей говорят, что их профессиональные успехи и карьерный рост значительно важнее, чем, например, создание семьи и вступление в брак. Поэтому... Ну, я тут даже вспомнил... Я даже вспомнил тут стихи Белла Хмадулина и вот о одиночестве, как твой характер крут, и где вот есть и ощутить сиротство, как блаженство. То есть вот когда человек, наоборот, наслаждается этим. Да. И поэтому одиночество бояться не нужно. В одиночестве есть в том числе и польза. То есть сказать, что я боюсь одиночества, это как сказать, я боюсь беспорядка в шкафу. Ну, послушай, кто тебе мешает всё разложить по полочкам и выкинуть ненужные вещи? И опять же, я вот много очень цитат великих людей нашла, и мне они кажутся такими прям вот очень показательными. И очень известный психолог Виктор Франкл говорил о том, что человек должен быть одинок, только тогда он сможет заметить, что он не один и никогда не был одинок. То есть, в принципе, проводить время в одиночестве полезно. Почему? Во-первых, повышается способность творить. Вот эти вот наши такие навязанные нам убеждения про коллективный интеллект, мозговой штурм — всё чушь. гениальные открытия делались всегда в уединении. Ну, конечно же, когда вы что-то выполняете один, вы ни на кого не перекладываете, и степень ответственности повышается, вы делаете лучше. Потому что когда в команде обязательно кто-то, понимаете, ну, будет, что называется, отлынивать и выполнять не очень качественно. В одиночестве, как я уже говорила, у вас проясняется ум. То есть вы начинаете чувствовать и понимать, что же именно вы хотите. Вы можете заняться тем, что интересно именно вам. И вот, кстати, чем занимаются люди, когда они чувствуют себя одиноки? Тоже я вот нашла такую статистику, очень интересную. 44% общаются с друзьями и родными, 28% смотрят фильмы, читают книги, играют в компьютерные игры, 20% занимаются хобби-увлечениями, 15% погружаются с головой в работу, а 11% ищут какое-то новое интересное занятие, спорт, курсы и тренинги. Ну и вот как раз сейчас, я думаю, и пришло время дать мне советы богачек. Что же, как же бороться с этим чувством одиночества? Ещё раз повторю, что это чувство, оно не постоянное. То есть любое чувство, конечно, и только от нас зависит, но если только это уже не перешло в хроническую форму. Вот это вот нужно очень чётко понимать. То есть ты можешь уже настолько увязнуть в этом, что тебе, конечно, необходимо будет помощь специалиста, потому что это уже будет сопровождаться депрессивными состояниями, соматическими и так далее. Ну а советы богачек. Что же делать, если вы всё-таки чувствуете себя одиноко? Ну прежде всего не думайте, а делайте. То есть нужны какие-то активные действия, то есть что-то сделать. Я не знаю, уберитесь в квартире, покрасьте стены, помойте машину, работайте там в саду и так далее. То есть когда вы что-то делаете, ваша активность переключается на это. И таким образом у вас нет вот той самой рефлексии, когда сел, рассуждаю и думаю, да, что же, почему же я так себя чувствую. Конечно, если вы чувствуете себя одиноко, нужно порадовать себя, полюбить. То есть позвольте себе то, что, например, вы давно себе не позволяли. Я не знаю, сходить в спа-салон, купить себе какую-то вещь, которую, возможно, вы не позволяли себе купить в силу того, что считали, что она не нужна, или на неё будут потрачены лишние средства. И очень интересно, я расскажу пример по поводу следующего своего совета. Не замыкайтесь. То есть не думайте, что вот я один, я никого не знаю и никого не найду. Ведь люди сейчас нигде не знакомятся, они вот стали такими интровертированными, они в закрытых группах. Меня в своё время очень удивило мастер-манекен. Она приехала совершенно из другого города, молодая девушка, и вот как раз она попала в один из видов одиночества, когда никого не знаем. И прихожу через какое-то время, она говорит, «Знаете, Ирина, я, похоже, выхожу замуж». Я говорю, «Ух ты, так быстро, а как?» Она говорит, «Дело в том, что мне, говорит, на глаза попалось, как-то я, говорит, там на компьютере что-то делала, и там какие-то рекламы всплывают, попалось следующее объявление. Клуб любителей Вольво». Я говорю, «А у вас что, Вольво?» Она говорит, «Нет, у меня совершенно не Вольво, какая-то другая машина. А какая разница?» Я, говорит, вошла в этот клуб, оказалось, там такие интересные люди, у них есть модератор, каждую неделю они встречаются там в определённом месте, они играют в игры по типу там мафии, бункера и так далее. Я пришла туда и сказала, что у меня нет никакого Вольво, у меня есть совершенно другая какая-то машинка, но я начала общаться, то есть мы стали выезжать на природу, разговаривать. А потом в какой-то момент у меня, говорит, сломалась моя машинка, ещё раз повторю, вовсе не Вольво, и она быстро написала вот в этот общий групповой чат, «Ребята, приезжайте, помогите». У меня, значит, прокололо колесо. И приехало двое мужчин из этого клуба, один из которых, собственно, в будущем и стал её мужем. То есть вот человек не сидел, то есть он не замыкался. Конечно же, нужно открывать что-то новое, потому что в нас есть вот этот ген любопытства. И когда вы почувствуете, что вот здесь есть какая-то эмоция, двигается в этом направлении. Ну, очень хороший совет — помогать другим. Он не для всех приемлем, да, сходите в детский дом, пойдите в дом престарелых и так далее. Но может быть, какое-то другое направление помощи вы сможете для себя найти. И через помощь другим людям у нас как раз вот пропадает это ощущение, кому не нужно. И вообще просто получайте удовольствие от простых вещей. Порадуйтесь за других, за тех, кто победил на Олимпиаде, за тех, кто выиграл, я не знаю, в каком-то вокальном конкурсе. И помните, говорите себе, что никакое чувство не окончательно. От одиночества тоже можно избавиться. Главное — не попасть вот в эту хроническую форму, когда уже нужна помощь. Потому что твой самый лучший друг — это ты сам. Спасибо огромное, Ирина Богачик, российский психолог-психотерапевт. Говорили мы про одиночество. Ну и встретимся обязательно, может быть, уже с новыми темами, с новыми проблемами. Всего доброго. Огромное спасибо. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин